Здравствуйте, уважаемые слушатели, здравствуйте, уважаемые коллеги. У кого-то добрый вечер, у кого-то день. Всех я, в общем-то, рада видеть хотя бы в таком формате. Буквально не за горами летний период. И сегодня я предлагаю вам поговорить на одну из интересных тем, рассмотреть эту тему. Тема звучит следующим образом. Речевое развитие детей дошкольного возраста в летний оздоровительный период. Лето – это пора солнечных дней. Солнечных деньков, теплых деньков, отдых на природе, проведение многочасовых прогулок на свежем воздухе. Конечно же, это оздоровление наших любимых деток. Но кто сказал, что развивать речь мы можем только в пределах либо детского сада, либо на занятиях у логопеда, либо во время только учебного года, может быть, при выполнении домашних заданий. Конечно же, нет. Развитие речи летом – это предложение, которое, с одной стороны, частью родителей воспринимается на ура, а частью родителей, конечно, данную фразу воспринимают или вызывает эту фразу у них немного тревоги. Ну что, опять учиться, опять заниматься? Ведь лето же, тот период, когда нужно отдыхать, конечно же, это так. Но нельзя забывать, что чтение, общение и речь – они процессы, которые непрерывные. Поэтому нельзя выключать их из практики, если мы хотим добиться положительных результатов, успеха в этой сфере. А такая вещь, как автоматизация, например, звуков, если у ребенка есть какие-то проблемы с произношением того или иного звука, вообще они не должны прерываться, а должны идти непрерывно. Иначе, возможно, может быть даже возвращение или откаты назад. Поэтому, чтобы вот этого не допускать и чтобы как-то мобилизовать детей и провести с пользой данный период, летний период, можно использовать различные приемы, различные методы. В летний период важно не забывать, конечно же, о речевом развитии дошкольников. Ребенку нужно также пополнять, обогащать словарный запас, как активный, так и пассивный, развивать грамматически правильную фразовую речь, связанную речь. И родители должны, конечно же, обращать внимание на эту задачу ежедневно. Если ваш ребенок посещает детский сад в летний период, то, конечно же, это будет касаться педагогов. То есть они должны в любом случае обращать внимание на ежедневную работу по развитию речи, проводить разнообразные наблюдения за окружающим миром, объяснять ребенку новые слова, проводить игры для развития речи и организовывать работу по развитию фонематических процессов. Также необходимо проводить и артикуляционную гимнастику, и игры для закрепления звуков в речи, если таковому, если это необходимо вашему ребенку. Ну и каждый момент нужно использовать для улучшения речевого развития, чтобы видна была динамика. И лето, как раз вот тот период, отличный период для того, чтобы пообщаться со своим ребенком, если вы родитель, ну и если вы педагог, заняться, вернее, продолжить этот процесс в сторону развития. Это открывает перед нами огромные возможности для развития речевой активности, тем более, что если ваш ребенок посещал логопеда, это автоматизация звуков. Она предполагает систематическую работу, и вот важно, чтобы не был утрачен тот объем умений и навыков, которые ребенок приобрел на занятиях с логопедом. Если будут небольшие затруднения, то, конечно же, придется в начале учебного года снова возвращаться к тому, чтобы вспоминать, какие навыки, умения уже были сформированы у детей. Развивать речь можно где угодно, с минимальными приготовлениями и минимальным интервалом. Для этого понадобится чуть больше смекалки со стороны нас взрослых и побольше изобретательности. Но зато процесс обещает быть интересным, эффектным и захватывающим. Каждый день нас с вами окружают повседневные дела. От них мы никуда не денемся. Дела, которые требуют незамедлительного решения. Но для развития речи ребенка нужно необходимо буквально небольшой промежуток времени. Поэтому я сегодня хочу поделиться с вами идеями, как быстро и с удовольствием развивать речь детей, может быть, практиковаться в произнесении трудных звуков, что тоже, в общем-то, немаловажно для развития речи. Ну и дальше я свой рассказ хочу продолжить все-таки рекомендациями. Рекомендациями для нас взрослых, как родителей, так и педагогов. Первое, на что следует обращать внимание, это, конечно же, на собственную речь. Так как высказывания взрослых, они являются образцом. Образцом для правильного, а зачастую неправильного развития лексической и грамматической стороны детской речи. Необходимо наполнять повседневную жизнь детей грамотным речевым общением. Как это можно осуществить? Конечно же, посредством называния окружающих предметов и тех явлений, которые будут способствовать предметному словарю ребенка. Например, беря в руки мяч, мы должны говорить, это мяч. Беря в руки, например, машинку, мы говорим, что это машинка. В зависимости, конечно же, от возраста детей. В собственной речи четко проговаривать окончание слов, давать детям возможность услышать изменения звучащих слов в разных контекстах и, конечно же, правильно употреблять грамматические формы. Например, летит жук, и мы спрашиваем у детей, это кто? Это жук, а нет жука, ищу жука, рисую жука и так далее. То есть, изменять таким образом слово, чтобы ребенок уловил вот эту разницу. Обращать внимание детей к правильному пониманию и к правильному употреблению пространственных предлогов в контекстной речи и изолированно. Например, возьми карандаш со стола, спрячь карандаш за спину и так далее. привлекать внимание детей к правильному пониманию и употреблению слов и грамматических конструкций. Далее, совершенствовать грамматический строй речи, используя речевые игры. Приведем пример одной из игры. У меня синий шар, а у тебя желтое яблоко или красное яблоко, красная машина. Чтобы усложнить работу, мы можем предложить добавить то количество, которое мы показываем. Например, три красных яблока, четыре зеленых лимона и так далее. Может быть, шесть воздушных шаров. Следить за произношением детей. те стихи, которые дети учили в течение года, мы можем запросто их использовать и повторять летом. Добиваться правильного произношения звуков, но иначе, в общем-то, если мы не будем активизировать словарный запас детей, могут забыть стихотворения дети. Это первое. И второе, если, например, ваш ребенок посещал занятия с логопедом, то наверняка логопед уделял внимание автоматизации определенных звуков, то, возможно, автоматизация того или иного звука, который логопед ставил, она может потеряться. И необходимо будет начинать работу по их постановке снова. если вы слышите в речи ваших детей ошибки, то обязательно нужно исправлять ошибки в произношении слов, особенно сложной конструкции. Это вот как бы рекомендация для тех детей, которые постарше. Дети часто говорят вместо слова балерина барелина или, например, вместо слова велосипед говорят волосипед. вот в данном случае необходимо в общем-то сразу обратить внимание и исправить ребенка. Также для автоматизации звуков речи можно использовать скороговорки, заучивать их вместе с ребенком и можно даже устроить соревнования, кто лучше и быстрее произнесет ту или иную скороговорку. Ну, а также не забывать о художественной литературе, о многообразии, о широте тех произведений, которые, в общем-то, мы должны обязательно с детьми прочитывать лето, время для отдыха, но забывать о книгах я думаю, что это неправильно. Прочитать нужно ребенку вслух рассказ, сказку, он вас в это время будет внимательно слушать, ну, а потом просто-напросто попросить пересказать, пересказать, например, что он услышал, размышлять, а что он думает о тех поступках героев, которые были произведением, расскажет свое мнение, но и попытается порассуждать. Тем самым мы будем работать над связанной речью, развивая, обогащая словарный запас детей, ну и, конечно же, воображение станет богаче. В вечернее время можно предложить детям поделиться впечатлениями о увиденном или услышанном, может быть, поделиться своими эмоциями за сегодняшний день. Ну и, конечно же, как без словарного обогащения, обогащение словарного запаса детей новыми словами, объяснение их значения. Если мы, например, отправляемся на отдых в другую страну, то желательно все-таки не упустить возможность использования новых впечатлений ребенка, да и не только зарубежную, и у нас по стране огромная страна позволяет это сделать. Обращать внимание ребенка на именно выразительность речи. Этому способствуют летние путешествия, новые впечатления, которые получают дети во время поездок. Это может быть поход в лес, выезд на дачу, на экскурсию в музей, поход в кинотеатр для просмотра кинофильма, может быть, это посещение театра, цирка и так далее. При описании, например, моря, гор, пейзажа, необходимо обращать внимание ребенка на использование имен прилагательных, ну а также других частей речи, тех, которые действительно делают нашу речь богаче. Ну, например, попросите ребенка подобрать слова к слову море, а какое оно? И ребенок должен вам предложить синее, красивое, спокойное, огромное, холодное или теплое, ласковое. Чаще говорить с ребенком не только на бытовом уровне, а следить за собственной речью, избегать слов-паразитов, ведь дети очень часто копируют речь родителей и даже их манеру общения. Закреплять необходимо в памяти детей название летних месяцев, если дети помладше. явления природы, таких как, например, гроза, туман, ливень, вспоминать названия растений, ягод, цветочных растений, деревьев, овощей и фруктов, ну и, конечно же, животных. Во время прогулок, поездок вы также можете контролировать произношение трудных слов или, может быть, трудных звуков для ребенка, попросить рассказать о чем-то или описать предмет, исправлять ошибки детей в грамматическом оформлении предложений, ошибки, например, в употреблении предлогов, согласовании слов, неправильный порядок слов может быть в предложении, ну, например, мы говорим «шишка упала с ветки» или все-таки «шишка упала из ветки». «Дети играют в игры интересные» или «Дети играют в интересные игры». То есть предложить два варианта, чтобы ребенок смог определить. Я видел на ветке две птички или я видел на ветке двух птичек, чтобы развивался все-таки фономатический слух детей. Дети в летний период не только должны забывать извините, дети и в летний период не должны забывать о существовании таких принадлежностей, как карандашей, красок, пластилина, ножниц. Помните, что рисование, лепка, аппликация, раскрашивание они развивают, конечно же, мелкую моторику рук. А воздействие на мелкие мышцы рук доказано огромное влияние, положительное влияние на развитие речи. Выполнение всех этих рекомендаций большой вклад в работу по формированию правильной речи, по формированию красивой речи, образной речи, ну и будет являться залогом будущего успешного обучения как в детском саду, так, в общем-то, и в дальнейшем в период школьного обучения. Самое главное все-таки, чтобы дети отдохнули летом, набрались сил, окрепли, а также не забывали о том, что те знания, те умения, те навыки, которые они приобрели в течение года, они должны тоже, в общем-то, стабильно развиваться. Ну и непосредственно давайте перейдем к тем идеям, которые я бы хотела вам предложить. Интересный рассказ. Все дети любят, когда им читают. Прочитать интересный небольшой рассказ. Вы можете, конечно же, на прогулке с ребенком, в парке, в машине и, конечно, перед сном. Прочитав интересную историю, рассказ или, может быть, статью, попросите у ребенка ответить на вопрос о чем мы сейчас с тобой прочитали или о чем я сейчас тебе прочитала. Что ему понравилось больше всего, какой герой произведения понравился больше, а какой в меньшей степени, ну и попросить пересказать сказку, рассказ, неважно, то есть то, какой жанр вы выбрали. И с каждым пересказом вы будете замечать, как развивается связанная речь ребенка. В дождливую погоду или в уютный вечерок с книжкой самое то провести, понаблюдать за теми иллюстрациями, которые предложены в книге, помогите найти картинки, помогите найти интересные слова, объяснить эти интересные слова. Не нужно пытаться непременно добиться от ребенка ответа определенного, может быть, повторить какое-то слово, если у него не получается оно верно произнести. Это может, конечно же, привести к тому, что ребенок просто-напросто замкнется и не будет отвечать, не будет участвовать в этой деятельности. Но в любом случае польза от этой работы будет. Пусть целью будет не повторение слов, а уютное и теплое общение между ребенком и близкими людьми. Тогда все пройдет замечательно. Не с первого раза, может быть, со второго. Дальше это речевые игры в машине. Летом без путешествий никуда. А что, если мы просто поехали в магазин и застряли в пробке? Ситуация, в общем-то, правдивая. Это время мы можем провести с пользой для своих детей. И для этого мы будем использовать речевые игры. Существует огромное количество игр на развитие фонематического слуха, на развитие речевого слуха. Я приведу буквально несколько примеров таких игр. Например, повтори за мной. Просим ребенка правильно повторить за взрослым определенные слоги, ну, а потом слова. Па-ба, папа, том-дом и так далее. Ну, и, конечно же, следим за правильным произношением. Кто больше придумает слов на какой-то определенный звук? Игра в города, которые наверняка вы тоже играли. Ну, вот, кто больше придумает слов на какой-то определенный звук? Если ваш ребенок научился произносить какой-то звук, логопед ему поставил его, да, и его необходимо закрепить, то вам пригодится как раз вот эта игра. По очереди придумываете, называете слова с заданным звуком. Например, на звук «з» мы можем предложить такие слова, как зонт, замок, замок, забияка. И здесь мы можем спросить у детей, а чем отличается слово замок и слово замок, чтобы определить лексическое значение. Ну, а если ребенку тяжело дифференцировать, то мы можем овощи, например, фрукты или диких домашних животных, то есть в зависимости от возраста детей мы можем либо облегчить работу, либо ее наоборот усложнить. дети помладше мы можем просто называть слова или повторять за вами ребенок может. Если дети постарше, то можно очертить какой-то определенный круг, либо это овощи, либо это фрукты, может быть, это животные дикие домашние, то здесь действительно будет игра намного интереснее. Кто больше назовет фруктов, например, и так далее. Я думаю, что принцип вы поняли. Дальше дополним предложение. Еще один интересный вариант для детей старшего возраста. Первый называет слово с определенным звуком, второй добавляет к нему слово, чтобы получилось предложение и так далее. По очереди пока не иссякнет фантазия, как у детей, так и у вас. Например, рыба, рыба проворная, рыба проворная в аквариуме, проворная рыба играет в аквариуме. Проворная рыба играет в аквариуме в игру. Эта игра очень хорошо тренирует память, ну, а также поднимает настроение вам и вашему ребенку, ну, и, конечно же, обогащает словарный запас и расширяет возможности в области развития связанной речи. Также очень благоприятны для развития речи заучивания заучивания небольших стихов, загадок. Или вы можете просто вспомнить выученные стихи в детском саду или в школе. Это игры, которые действительно мы можем использовать в машине. Большинство знакомо хотя бы с несколькими версиями этих игр, слова. Ну, вот можно очертить какой-то определенной тематикой. Дальше прогулки никто не отменял, тем более, если погода позволяет, то мы можем порисовать мелками. Развитие речи летом разноцветными мелками. Мелки это универсальная вещь, много возможностей для спонтанного творчества, ну, например, многие дети любят рисовать на асфальте яркими цветными белками. Почему бы не поддержать это желание у наших с вами детей? Пофантазировать вместе с ребенком, ну, и предложить, например, изобразить кого-то, да, взрослый показывает, может быть, изображает какого-то животного движениями, мимикой, а ребенок должен догадаться и попытаться нарисовать. Ну, еще несколько игр тоже приведу. Угадай, кто, что я нарисовал. Взрослый рисует предметы с тем звуком, над которым, в общем-то, вот, может быть, буквально недавно работал логопед. И если мы не ходим к логопеду, это может быть просто звук, который будет интересен для вас или для ребенка. Можно даже спросить, какой звук мне можно взять. И ребенок должен ответить. Нарисовав взрослый, предлагает ребенку угадать и назвать, что нарисовал взрослый. Следующая игра это волшебные дорожки. Необходимо нарисовать на асфальте различные извилистые дорожки, которые ведут, например, в замок или в дом к волшебнику. Но чтобы прийти к цели, необходимо во время ходьбы произносить определенные слова какой-то тематики или, может быть, определенный звук и повторять, например, слова, которые предложил взрослый. Либо притвориться в машине и соревноваться, кто первый доедет до финиша. Представляем себя, вы держите руль в руках и движетесь по этим различным извилистым дорогам и повторяете, например, то или иное слово. Все наверняка знают игру в классике. Играя в классике, тоже можно развивать речь детей. Повторять слова или слоги по какому-то определенному заданию, перепрыгивая, с одного, например, квадратика в другой. Вместо цифр нарисовать звуки и при прыжке называть тот или иной звук, который мы видим. Либо можно с каждым прыжком удлинять предложение, расширяя, начатое с одного слова, например, лето, яркое лето, солнечное лето и увеличивая количество слов предложения. Главное, чтобы задействованная моторика, крупная моторика способствовала также и развитию, вернее, крупной моторики, а также запоминанию и автоматизации определенных звуков, она будет более эффективной. Можно придумать свою какую-то игру, договориться со своим ребенком, давай придумаем какую-нибудь игру, где каждый прыжок, например, вот я продолжаю речь о прыжках в классике, мы можем писать, например, в той клеточке, на которую ты перепрыгнул. Это уже для немного старших детей, можно даже печатными буквами писать, если, например, это ребенок подготовительной группы, и он уже умеет читать. Или можно сделать большую игру ходики со словами, в произношении которых ребенок, в общем-то, может попрактиковаться. Это могут быть слова с трудными звуками, с трудными словами, из какой-то одной лексической темы, например, детеныши животных. Главное, задействована крупная моторика, а значит и запоминания, и автоматизация звуков тоже идут эффективно. Следующее, ну вот здесь, на данном слайде я вам предлагаю, это и дорожки, это и классики. Развитие речи ребенка на детской площадке. на детской площадке хорошо удается вызывать новые звуки или повторять за взрослым. Может быть, это звукоподражание со стороны ребенка, но и в принципе можно и автоматизировать какой-то определенный звук и расширять словарный запас. Мало того, что сама лучшая автоматизация, она соприкасается с жизнью тех звуков, которые мы слышим. Можно вызывать или автоматизировать звуки, такие как звук С, звук Ш, звук Р, протягивая во время катания, например, на качелях, изображая, например, как сдувается воздух в воздушном шаре. Или в обратных слогах, например, пока мы едем с горки, мы тянем только гласный звук, определенный, там звук А, например, или звук О, молоко, О, и так далее. Как только ноги коснулись земли, произносим какой-то другой уже звук. Таким образом, в зависимости от возраста детей, мы можем либо облегчить, либо наоборот усложнить. Качели любят все дети, ну и раскачиваясь, мы можем попросить проговорить какое-то слово по слогам, а также на качелях очень хорошо запоминаются стихи. В общем, если вы творческая личность и не очень творческая личность, то можно подренироваться, повторить почти любые звуки всего алфавита не только на детской площадке, но и в машине и в ходе, например, прогулки. Следующая это песочница. Развиваем речь, играя в песочнице. В песочнице во дворе или на жарком пляже есть достаточно много песка и уйма времени, чем занятие ребенка. Конечно же, поиграть в игру, которая будет способствовать развитию речи. Несомненный плюс, песок любят абсолютно все дети всех возрастов. Спрячьте игрушку в песке на небольшой площади, чтобы маленькие ручки смогли ее отыскать. Предложите детям отправиться на раскопки, если ваши дети постарше. Когда объект будет найден, нужно назвать его и положить в ведерко. А если есть элемент соревнования, то это будет вообще здорово. Два-три ребенка каждому по ведерочку, кто найдет больше объектов. И действительно, это достаточно такая веселая игра, которая будет способствовать не только пространственному представлению и развитию мелкомоторики, но и потом, когда дети завершат отыскивания предметов, они могут из ведерка доставать те предметы, которые они нашли, называть их. Если дети постарше, то можно попросить придумать, может быть, какой-то рассказ или составить предложение. Можно построить красивый замок вместе с ребенком и попросить придумать сказку, кто может жить в этом замке, какой у характер, какая внешность. Стараться описывать, пофантазировать того выдуманного героя, который мог бы жить в замке. Начните рассказ сами про жителя замка, ну а потом просто попросить ребенка продолжить этот рассказ. Прогулки на природе увеличивают природоведческий словарь. Огромную роль играет наглядность. Детям важно видеть, что происходит вокруг и чем разнообразнее будет окружающий мир перед глазами, тем быстрее будет развиваться речь наших с вами детей. Учите малыша наблюдать за предметами и явлениями вокруг. не просто смотреть, а обращать внимание на детали, пытаться словами описать увиденное, ну и совместный поход в лес, на прогулку, в парк, даже это может быть магазин, новая может быть книжка или даже старая игрушка, они станут отличным тренажером для речи. Просто нужно попросить ребенка, например, рассказать, что он видит по правую руку, по левую руку, под ногами. Ну а чтобы активизировать на этот вид деятельности, конечно же, вы, взрослые, должны помочь им, задавая тот или иной вопрос. На прогулке можно обсудить с ребенком объекты и явления живой и неживой природы. Посмотрите, как плавают, например, утки на пруду в парке или как голуби клюют семечки, как идет дождь, как светит солнце и так далее. Так ребенок научится не только наблюдать, но и заметно расширить свой словарный запас. Ну и получит, конечно же, первые природоведческие знания, которые впоследствии пригодятся ему для учебы в школе. К тому же это прекрасный способ сделать прогулку нескучный, ну и привить интерес и любовь к природе. Кроме простого наблюдения есть еще и специальные игры для развития речи у детей дошкольного возраста. Попробуйте поиграть с ребенком в одну из них и, в общем-то, вы увидите пользу и результат и тем самым найдете контакт общий язык со своим ребенком. Дальше это работа в области развития речи по дороге в магазин. Прогулка в магазин или поездка в магазин, неважно, получаете удовольствие от общения со своим ребенком. По пути в магазин даже в той же самой очереди или при походе в гости. Называйте предметы, которые вы видите вокруг. Можно усложнить определенного цвета, только красного или только желтого. А какие цвета ассоциируются у тебя с летом? Ребенок называет. Ну и тогда, отталкиваясь от этого, мы можем предложить ему, может быть, формы или размеры, только, например, круглые или только квадратные или только треугольные. Ну и тоже приведу несколько игр как пример. Ребенку необходимо подобрать антоним. Игра называется «Скажи наоборот». Вы называете длинный шарф, а ребенок должен ответить «Короткий шарф». «Маленькая игрушка», «Большая игрушка», «Холодный чай», «Горячий чай». Сидим пьем чай в гостях и произносим фразу «Горячий чай». Попросите своего ребенка назвать противоположные значения. Холодный чай, толстая книга, тонкая книга, чистая одежда, грязная одежда, добрый человек, злой человек. Можно при продвижении в магазин, например, поиграть в игру вверх-вниз, поднять, например, руки или поднять глаза вверх, а ребенок должен противоположное значение назвать, опустить, например, руки вниз или опустить глаза вниз. Это может быть счет от 1 до 5 или от 1 до 10 в зависимости от возраста вашего ребенка. Взрослый, например, называет предмет, а ребенок считает от 1 до 5 или до 10. Одна ложка, 2 ложки, 3 ложки, 4 ложки, 5 ложек и так далее. Используем любые слова. Стол, стол, цыпленок, солнце, ведро, огурец, самокат. Дети по старшим, для них мы можем усложнить задание и к предмету добавляем признак предмета. Одна ласковая кошка сидит на заборе, две ласковых кошки сидят около подъезда и так далее. Следующая игра это опиши, а я угадаю. Предложите ребенку описать предмет, который он видит на улице, на полке в магазине, а родитель должен угадать, что это. Обязательно сначала нужно попрактиковаться, ну и представить образец ребенку. Отличное время препровождения. Дальше. Ну а как мы можем забыть про такой вид деятельности, как развитие речевого дыхания? Может быть поиграть с ними в мыльные пузыри? Вообще мир фантазии, он конечно безграничен. Нужно только пробовать начинать и вы увидите, как все с легкостью у вас будет получаться и ваш оптимизм, ваш настрой, он будет конечно же передаваться вашему ребенку. Ребенок будет доволен и вы будете довольны. Радости ваш ребенок и вы будете радостны. А дети они счастливы, когда с ними кто-то играет. И вы без принуждения добьетесь нужного результата. Закрепите какой-то может быть звук или расширите и обогатите словарный запас детей. Играя например в мыльные пузыри, мы развиваем речевое дыхание детей. Надо научить правильно дышать наших с вами детей. Ну а для этого нужно показать как это делать. Ну например берем одуванчик дабы их достаточное количество мы можем наблюдать. Ну и учатся во-первых вдыхать через нос ну и ровно выдухать воздух через рот. глубокий вдох и ровный выдох он конечно же будет способствовать тому что все вот эти парашютики семена они будут разлетаться. Это будет замечательно это будет весело. Также мы можем поиграть и с мыльными пузырями или например с корабликами когда мы их пускаем например в бассейне или бумажные просто дуем. а осенью кстати мы можем например сдувать листья с лавочек но это уже конечно другая тема связанная с осенью. Дальше кухня наша замечательная кухня тоже мы можем предложить детям несколько упражнений на развитие речи. на кухне у нас появляется возможность развивать грамматику словарь ну и конечно же фразовую речь ребенка по следующим темам это например овощи семья фрукты посуда продукты питания расскажите сыну или дочке как называются продукты какое блюдо мы сегодня будем с вами с ним готовить например какие действия при этом мы совершаем не ограничивайте себя ну и в том числе ребенка какими-то примитивными бытовыми словами предлагайте ребенку все новые и новые слова и старайтесь чтобы он запомнил и обязательно повторял за вами называйте свойства такие как цвет форма размер вкус у продуктов например горячий остывший сладкий острый задавайте ребенку соответствующие вопросы попробуй какой получился салат что мы еще забыли положить например в суп какую морковку выберем называйте свои действия и просите чтобы ребенок повторял за вами подводите его ребенка к тому чтобы он повторял за вами слова ну и просите его оказывать посильную помощь на кухне в деятельности речевой материал усваивается значительно быстрее и естественнее на кухне же мы можем предложить ребенку такую игру посчитай и разложи только здесь нужно быть конечно же аккуратным и выбирать форму мелкие предметы лучше не брать если вы используете эту игру для детей младшего школьного возраста можно предложить все-таки более такие предметы большего формата а если дети в общем-то вот постарше то можно и мелкие предметы но в данном случае это печенье дача сад летом перед нами открывается простор для словарной работы и грамматической работы по темам растения сада цветы деревья насекомые ягоды летние работы в саду летние работы на даче наблюдение впечатление речевые навыки полученные на даче они необычны они ценны стараются они вернее остаются в памяти ребенка на всю жизнь только здесь в общем-то ребенок в естественных условиях усвоит значение таких глаголов как скопать подрыхлить прополоть удобрить полить ну и многие другие не на картинке а в живую они увидят растения в разную пору их вегетативного периода как прорастает например семечка как оно цветет потом как оно плодоносит как оно увядает то есть в зависимости от времени года мы можем понаблюдать ну вот если мы берем например самые простые такие как горох или бобы мы можем конечно же не только проследить за ростом да но и потом его отведать узнаете как и где вырастают показать вернее детям как выращиваются ягоды как выращиваются овощи фрукты ну и каким трудом дается этот урожай даже если название цветов у кустарников кажутся нам сложны для ребенка все равно почаще называйте их слух особенно такие вот как цветы например нарцисс примула гладиолус овощи патиссон и так далее может быть даже иногда на первый взгляд покажутся смешны эти названия но потом в ходе всего периода лета периодически вы можете называть эти слова дети привыкнут к ним на первых порах они пополняют пассивный словарь ну а потом постепенно можно уже переключать их в активный словарь после того как вы убедились что все-таки дети понимают значение этого слова практически на любом наглядном материале окружающего нас мира могут быть проведены такие игры как например четвертый лишний чего не стало что поменялось местами что изменилось подбери пару или назови ласково угадай о чем я говорю поэтому огромные возможности которые чаще всего родители упускают можно поиграть в игру например расскажи какое лето у нас какое и дети перечисляют тем самым они расширяют словарь именно именами прилагательными солнце какое трава какая и так далее то есть те явления те предметы которые они видят следующее можно поиграть в загадки они пусть найдут отгадку что за что за девчонка в поясе танка огромные очи летит стрекочет и дети должны догадаться что это стрекоза ну и потом вот покажи мне стрекозу может быть он вспомнит эту загадку когда он реально увидит эту стрекозу можно вам родителям показать эту стрекозу следующая загадка домовитая хозяйка пролетает над лужайкой похлопочет над цветом он поделится метком ну и тут можно вспомнить конечно же и о безопасности да то есть пчелы комарики которые могут кусать приносить не совсем приятные моменты дальше солнечного света достаточно в летний период поэтому мы можем предложить детям поиграть с солнечным цветом понаблюдать на тень размышлять описать ну и конечно же позадавать какие вопросы тоже будет способствовать развитию речи дальше бумажный баскетбол вместо бумажного баскетбола мы можем использовать либо просто ведерко и при попадании в мяч кидает когда ребенок мяч может быть в корзину если она есть если нет то может быть ведерко может быть даже ямка просто-напросто дети называют какой-то определенный звук или какое-то определенное слово в зависимости от возраста детей можем усложнить задание например обозначить слово разделив его на слоги посчитать например сколько слогов в этом слове ну и описать в конце концов этот мяч который мы держим в руках дальше игра можно поиграть в ход охоту дома или на улице идете и фотографируете как можно больше вещей и когда фотографируете нужно называть те предметы те явления которые вы фотографируете ну кто больше сделать фотографии назовет правильно предметов или явлений которые он сфотографировал далее это игра с фонариком прятки с фонариком предложить детям участвовать в приключениях назвать нашу игру следствие ведут знатоки прятать и находить в темноте да еще и с фонариком дети будут в восторге от этой игры вечером когда стемнеет можно написать слова мелом на асфальте хорошо когда один взрослый делает эту часть в то время как другой инструктирует если дети еще не умеют читать то проще будет разложить вокруг дома на дорожках или в парке или может быть на детской площадке карточки с рисунками можно использовать стрелки для направления движения ну а потом детям вручить фонарик и предложить детям поискать изображение с тем или иным словом можно попросить собрать все картинки а потом его описать назвать вернее те картинки которые он нашел так далее игры с мячом тоже которые в общем-то с удовольствием дети играют в эти игры мы можем перекидывать мяч называя какие-то определенные слова какой-то тематики мы можем усложнить составляя или расширяя предложения количеством слов например мы можем описать какой он мяч футбольный баскетбольный в зависимости от возраста детей вы сориентироваться должны и поиграть вот именно с использованием мяча дальше немного времени остается я все-таки хотела бы заострить внимание на следующем современная наша жизнь без мобильных устройств не представляется возможным современные дети уже рождены в этой реальности ну и полностью оградить их от этого невозможно мало того это даже может быть вредно но ребенок он должен познавать окружающую действительность во всей ее полноте ну и безусловно современный ребенок к школьному возрасту особенно он должен уметь пользоваться планшетным компьютером планшетом компьютером телефоном и ну как бы на уровне простейшего конечно на простейшем уровне иначе это может в общем-то стать определенной преградой к успешному обучению сейчас многие школьные задания они как раз связаны с использованием компьютеров интернета но может быть кто-то из вас задаст вопрос может быть все-таки мы не будем использовать компьютеры планшеты но любые гаджеты летом я вам хочу сказать следующее что разумное использование использование под контролем сокращенное время до минимума использования ребенком гаджетов все-таки даст определенные плоды в любом случае они будут тянуться к этим гаджетам и нам взрослым самое главное использовать этот гаджет или эти гаджеты для блага так вот чему же мы можем научить ребенка с помощью электронных гаджетов именно в области развития речи тоже немножко вот я хотела заострить на этом внимание ну и предложить вам некоторые идеи есть очень много программ электронных программ которые вы можете скачать либо в телефон либо на планшет и тоже поиграть развивая речь ну например вот изучая цвета интересное приложение для изучения цветов с малышами который называется радужный паровозик игра содержит достаточно разнообразный набор заданий для знакомства с цветами цветами радуги в том числе она достаточно красочная интерактивная и снабжена очень хорошей озвучкой можем вспомнить название предметов изображенных дальше мы можем описать этот предмет мы можем назвать его цвет скачивать можно в свободном доступе далее учим буквы для изучения букв мы можем предложить поиграть с детьми ну скачать конечно же эту игру нужно говорящая азбука одно из самых интересных можно назвать эту игру игра очень веселая яркая целиком она анимированная все буквы и персонажи сделаны из пластилина у персонажа разные голоса и разные действия такая азбука не оставит малышам равнодушным и изучение букв и звуков будет проходить с увлечением тоже вот я рекомендую следующая это работа или это игра которая называется учимся читать поскольку тот факт что ребенок знает буквы звуки русского языка совсем не означает что он сам начнет читать для обучения чтению нужны отдельные упражнения вот в нашем случае это отдельное приложение приложением с помощью которого действительно можно научить ребенка читать не так уж и много так как многие издатели они подменяют их той же азбукой вот одним из приложений действительно которые заслуживают внимания является относительно новая игра которая представлена вот на слайде в данном приложении собрано 5 игр для обучения чтению каждый из которых имеет три уровня сложный средний и несложный все игры основаны на складовом методике чтения обучения чтению как например у Зайцева и является не развлечением а полностью материалом материалом который вы можете использовать для обучения с множеством качественных картинок профессиональной озвучкой правильной разбивкой слов на склады которые в общем-то послужат большим подспорьем для формирования навыка чтения на данном слайде я во-первых привела примеры на первых парах несложный уровень так скажем мы можем соотнести название с картинками дальше мы можем прочитать по слогам те или иные слоги например с буквой Д и дети читают по слогам можно в прямом порядке можно в обратном можно сверху вниз снизу вверх и так далее то есть достаточно интересная игра которую можно использовать для разного уровня подготовленности детей ну и завершая свою тему я бы конечно же хотела пожелать вам успехов призывать всех взрослых родителей бабушек дедушек уделять своему ребенку больше внимания чаще находиться на свежем воздухе посещать игровые площадки парки наслаждаться летом солнечными лучами ну и загорать купаться и конечно же развивать речь наших с вами детей большое спасибо за внимание если будут вопросы то конечно же с удовольствием я отвечу